Вопрос в том, что у нас сегодня не совсем в СМП-тепах, это нужно выкинуть, все остальное оставить. У нас два доклада по JavaScript и один по уязвимости как приложения. Мой доклад будет на тему JavaScript. В общем, немножечко о себе перед докладом. Я более трех лет уже работаю с JavaScript, довольно активно, был двухлетний коммерческий проект на базе DogeBucket. Давайте, вот немножко интерактивности, кто работал с DogeBucket. Спасибо вам, пять человек, я вот, причем тут свои еще руки поднимаю. Google Blowshot, два, три человека, вот, да, четыре и опять два своих. Ну, что ж такое. Вот. С jQuery, да? Да, в общем, вот. И после двух лет работы с DogeBucket я вернулся в jQuery и понял, что не так уж с jQuery интересно сталкиваться с DogeBucket. То есть много вещей, которых чему-то разработчики на jQuery попросту игнорируют, хотя они очень удобны. И моя лекция на тему небольшого инструментария и каких-то вот таких небольших, нет, не скажу, плагинчиков, небольших программуменок, которые позволяют улучшить качество разработки на JavaScript и сохранить нам немножечко нервов. Вот. Итак, начну. Под управлением кода я понимаю возможность нормально вести разработку, не бояться каких-то там мерзшей, когда вы все сливаете в один файл, потом вы работаете в команде, потом это все мерзется, конфликты, никто не знает, что делать и прочие вещи. Либо же, когда вы фанатично раскидываете все разным файлом, потом это не менее фанатично пытаетесь собрать в билд для релиза и вот такие всякие моменты. В общем, поехали. О чем я расскажу поподробнее? Ну, нет, о jQuery я рассказывать не буду, но все знают. Required.js – это инструмент для динамической подгрузки скриптов AMD, Synchronous Model Definition. Кто-нибудь слышал? Ну, хорошо, я подробнее расскажу. То есть, она реализует Synchronous Model Definition, объектно-ориентированное программирование на JavaScript. Кто-нибудь столкнулся? Ну да. Или это интересно? И пространство имен. То есть, это основные темы, основные конкты моего доклада. Итак, начнем. Первое, будет у нас самое простое – это пространство имен. Тут все ПХПисты? Нет, нет, нет. Вот. Ну, значит, просто ПХП пространство имен появилось относительно недавно, и люди, которые его не имели на своем основном языке, как-то не сильно изогнувались о нем на вспомогательном, грубо говоря. Для чего используется пространство имен? Это очевидная вещь в плане предотвращения столкновения имен, когда вы переопределяете друг другу функции дружно. Написали две функции с одинаковым именем. и вот, как-то нагадили друг другу. То есть, нужно их разносить по пространству имен. И еще одна немаловажная вещь, когда у вас пространство имен имеет очень четкое отображение на файловой системе. А я сейчас покажу второй слайд. Вот. Плохие, хорошие примеры именования вашего кода, ваших классов, чего угодно в его скрипте. Первый пример очень плохой. Почему? Потому что он находится в обольной властевидимости, и его может кто угодно переопределить. Вы можете постараться и придумать ему мега-нетривиальное имя, но главное, чтобы его потом сами вспомнили. Хорошие примеры следующие. Это когда вы даете своему какому-то кусочку кода определенное пространство имен. Пусть это будет название вашей конторы, там какой-то там грифический персонаж, еще что-то. Не важно, но оно будет довольно-таки уникально. И это позволяет, в принципе, идентифицировать ваш класс. Следующий примерчик, он относится к тому, что неплохо бы было хранить для вас крипт-код там, вот как он называется. То есть чтобы ваше пространство имен, они совпадали с путем на файловой системе. То есть если у вас все скрипты подгружаются из слэш-дс, то есть с вашего документ-рута, папочки JS, то первые два плохих варианта, вот непонятно, как и хуже, честно говоря, первое, это когда вы просто из соображений каких-то оптимизаций Евоскрипта, вы засунули весь свой код в один большой JS. И вот все там или не все там, и вот это его искать, лопатить. Я пару раз такое поразгребал, больше не хочу, честное слово. Второй пример, немногим лучше, ну, по крайней мере, не знаю. В первом случае, контр-ф спасет, во втором, тяжелее. Это когда вы все-таки файлик с классом, ну, с вашим кодом функции, неважно зачем, выложите его отдельно, но оно совершенно не совпадает с тем названием, которое вы дали вашему куску кода. Функции, классу, неважно, объекту. И получается, что вы сами же там месяца полтора, два, три спустя сидите и ищите. Подожди, я вас засуну. Вот какие-то прибыли точно. Но вы не можете вспомнить, потому что вы его просто к тебе закинули. Если и хороший пример последний, это когда вы, во-первых, используете пространство имен и соотносите ваше пространство имен с расположением на файловой системе. То есть все-таки пхеписты тут есть. Я приведу пример peer-naming conversions, когда у вас через нижнее подчеркивание имя класса, которое задерживается и полный путь к файлу. То есть вот это, пока в пхп не было пространства имен, это был способ его эмуляции. И, глядя на имя класса, всегда нужно было его найти. Это очень удобно и довольно сильно облегчает разработку. Читабельность рода. Теперь насчет инструментария. Ну вот первый вариант, это самый простой, который можно придумать, чтобы создать пространство имен. Это вот сколько там скобочек, кто сосчитает. Много, в общем, 8. Много объекта. Вот. Это вот чтобы создать ABCD, иногда такое случается. И надо создавать, то есть объект D в объекте C, в объекте B в объекте A. Вам нужно сделать вот такую непонятную штуку, и оно вообще нечитабельно. Но вы добились результата вот здесь пространство имен. Обратная задача. Когда вам надо получить что-то из пространства имен, на самом деле не факт, что оно существует. То есть, если вы сразу запросите объект D, вам еще, например, скажет Define, то вот скрашится блошкот. И поэтому нужно бесконечно долгими ифами, вот сколько у вас вложено пространство имен, вот столько ифов, проверять, есть ли объект A, есть ли у него объект B, есть ли у него объект C, есть ли у него объект D. В общем, тоже не очень хорошо. Поэтому ленивые люди придумали эту лузовую, но там в сверху желтым это ссылочка, я не знаю, куда ее прилепить. Поэтому прилепил туда. Которая позволяет организовать вам пространство имен. Весит это чудо что-то там в районе 700 байт. Это просто два цикла вайл, которые сплитят по точке, строку, и все прекрасно. То есть его опишка. Первое. Это set object. Что он делает? Он, вот вы ему скарбливаете строку, и он все недостающие части пути создает. И в последнюю часть запихивает то значение, которое вы туда передадите. Я туда засунул пустой объект. Get object. Делает обратное. Он получает пространство имен. Но если ему можно передать опциональный параметр, если второй параметр будет булевозначение true, то он недостающие части досоздаст. Ну и проверка на существование. то есть это все тривиально. Следующее такое приятное дополнение уже к этому пространству имен это все-таки отображение на файловой системе. То есть, если вы начали придерживаться стандартов и в последнем хорошем примере вложить свои JavaScript файлики куда надо и называть соответствующие в соответствии соглашениям о пространстве имен. то есть вот это RequireJS сайт RequireJS40 он поможет вам по вашему требованию подгружать эти скрипты которые там лежат. То есть что он еще может понимать о подгрузке скриптов? Он может подгружать HTML текст. Это очень удобно когда вы хотите шаблончик какой-то подгрузить. То есть сейчас довольно часто используется. Отслеживание зависимости. Ну это стандартные RequireJS, которыми все пользуются на своих основных языках и они сами обо всем заботятся и вам не надо ручками сидеть и перебирать скрипты особенно Jaguarie.ui касается и плагинов ежесней. Когда вам нужно четко совмести последовательность подключения скриптов или дай боже вы что-то там не так подключите. там есть функция Require, которая просто скармливает набор зависимости, он их подгружает. Это очень приятно. Далее. RequireJS реализует синхрону с модуль definition это стандарт который пришел совсем недавно. Многие разработчики на Явоскрипте просто Явоскрипт настолько универсальный язык что каждый в меру своей чуточку больной фантазии реализует код как он хочет Явоскрипт ему это позволяет и вот если бы даже хэпписты собрались и сделали BSR1 и BSR2 ну блин пора бы уже Явоскрипте вводить какие-то стандарты и AMD это один из таких стандартов который говорит нам как мы должны определять модули в Явоскрипте. что такое модуль это просто функция конструктора в каком плане она конструктора я немножечко наверное забегу вперед вот это функция конструктора все нормально видно в общем простите если кому плохо я ничего не могу с этим поделать вот функция define которая определена require.js первым в данном случае первым аргументом идет массив зависимости то есть у меня есть зависимость от jQuery и еще одного файлика под названием namespace это тот файлик который тот же и тот же который делает namespace вот функцию конструктора второй параметр это функция конструктора вашего модуля в нее передаются в качестве аргумента все зависимости в данном случае это jQuery и интеллида которая реализует пространство него сам этот модуль это просто функция которая это шаблонизатор это трехстрочный шаблонизатор я вас хочу сказать то есть это и весь модуль то есть все в зависимости от того теперь я немного забежал вот вот это и есть весь AMD по сути не более чем еще располагает require.js кто чем вообще скрипты билдит вы когда налив выливаетесь как вы сливаете все свои скриптики плагинчики ну вот собственно да require.js использует rgs это система сборки скриптовой оптимизации то есть все ваши файлики которые вы разбили на кучу модулей потому что весь ваш код который вы разбили на кучу модулей в каждом модуле может быть только в каждом файле может быть только один модуль их может быть довольно-таки много когда грузишь горжа это 20-30 файлов и это не предел вообще это все собирается потом в один большой js файл при желании это еще минифицируется клошур компиллером или плевать js естественно эта штука декрирована с jquire вполне успешно я уже вперед забежал так что несколько важных партнеров первое что мы должны сделать когда мы приступаем к работе с rqr.js это естественно его сконфигурировать для того чтобы он мог загружать наши скрипты ему нужен base.ru как и любому другому загрузчику чего угодно доставателю файлов ему нужен base.ru то есть первый параметр это base.ru и следующий параметр экиприз вот тут у rqr.js очень много способов конфигурации тут приведен тот способ конфигурации который устроил меня то есть что такое пакет это просто папка и там мои файлы лежат у пакета есть имя вот я просто намучился с jquari.ru и назвал свой самописный велосипед beta вот лежит он относительно base.ru в папке beta location и main это просто bootstrap вашего пакета то есть первым делом когда вы обратитесь через require к чему-либо начинающему с sb первым делом что сделать require это загрузить main.js в котором в котором лежит дефиниция модуля мы посмотрели вот main.js это просто набор require я все свои телеки которые я использую я их за require и вставил jquari все и вернул то есть это вот мой bootstrap такой вот из моих утилитов то есть как только подключаю main.js вернее когда как только его загружает require.js я получаю в своем распоряжении все свои утилитки которые мне нужны для адекватного педали на моего скрипте вот чтобы делать свои билды нам нужен not.js rgs not.js все знают что такое not.js кто не знает кто не знает not.js да он довольно сейчас он сейчас довольно популярен то есть там уже есть и под винду не знаю к счастью или к сожалению вот то есть он очень сейчас доступен скачивается на ура ставится на ура это вообще не проблема rgs включается с сайта require.js как я уже сказал это 500 кг скриптовит которая делает из ваших модулей один большой толстый файл который грузится намного быстрее чем много маленьких ну это такой спорный вопрос но по большому счету да далее нам нужно составить профиль что вы хотите отжимать то есть не факт что вы хотите обжать все свои модули собрать в один файл то есть там лежит конфигурация для rgs ну и кап подсказывает что еще нужно запустить скрипт ну я думаю not.js rgs мы пропустим да и перейдем к профилю билда это просто лоскрипт файл appdir это где лежат вообще это ваш бейзгрул нет это не бейзгрул это тележим все ваши приложения на аваскрипте все ваши приложения бейзгрул это URL вашему пакету относительно тэпдир дир это куда будет складировать rgs оптимайз сбил джин и ваш проект оптимайз я не оптимизирую сразу после билда по нескольким причинам во-первых подепажить неплохо меню офицированный код сами знаете exceptions и не поймите я первое время на неофицированный бюджет а потом загоняю его в компьютер далее пути пути джигуарий позволяет вам настроить если у вас почему-то модуль май лежит в папке заэрс вы можете смапить модуль май на папку заэрс потому что по умолчанию регварий джиэс будет искать в папке май но в данном случае это ключевое слово empty это значит что из долга нужно исключить джигуарий потому что rgs падает когда пытается найти джигуарий джигуарий нет джигуарий подключена сам require.js если вы качаете версию для джигуарий вот и последнее модули модули это просто указатели на ваш main.js то есть он у меня в данном случае не main называется потому что у меня весь пакет называется bet и логично что у меня и мой plug-strap будет называться benze вот давайте попробуем запустить сейчас давайте выгоду все-таки прочитаем то есть согласитесь намного удобно когда у вас каждый класс лежит в отдельном файле или функция или еще что-то вы потом можете их все зарекварить манипулировать ими как хотите но разработку реально удобно вести когда все разложено по полочкам и легко везде находится безболезненные мерзшие кто-нибудь когда-нибудь мерзал огромный javascript оппин это мрак честно вам скажу чем меньше change set и чем больше файлов тем меньше рисков что два девеллок растут над лбами а поскольку javascript не самый долго читаемый язык поскольку пишут очень люди по-разному разрешение конфликтов может длиться вечность ну и естественно удобный быстрый билд насколько он удобный быстрый я вам сейчас покажу я using linux поэтому i'm free и у меня сейчас я вам перетащу консольку и покажу потому что у меня на экране она вправ пойдет пардон я повернусь к вам спилом есть два варианта почему такая тишина или все спят или интересно а ох ты те кто сидит возле телевизора там больше там более люминей я сам ничего не вижу стоит соль вот есть возможность сделать шрифт больше макс макс сделай шрифт больше пока это точечка так выше да отличие это если они ничего не сделают они шрифт это пранч мастер у меня подсветка это капли общем смотрите вот нода с кармным запускаем rgs через ноду опция O это входящий файл то есть микрофон спасибо кап на выходе вот мы через ноду запускаем rgs опция O значит что это входящий файл по которому нас генерит конфиг это не обязательно должен быть входящий файл параметры можно передавать личную из консоли причем параметры которые вы передаете из консоли они передают те которые у вас конфи лежат на самом деле не важно давайте мы это сделаем конфиг файл вы все видели и собственно оно сейчас убилдит это туда куда оно у меня там нашло быстрап jQuery и CSS и решило их обжать оно рекурсивно сканит директории если что-то находит обжимабельное оно это делает вот далее оно нашло мой main который у меня батр.js называется режим в мене она вычленила все мои реквайры и сделала одну такую большую большую сейчас покажу успокоишься плохо видно я знаю сейчас минутку сколько я сказал не обжимать оно взяло всем реквайры которые у меня были в main и просто вклинировало все в один файл это аспектно ориентированное программирование если доджи выиграл полезная штука ну в общем все что у меня было в pendants оно все это слило в один большой файл теперь это control открываем google go share compiler это slow input done и получаем минифицированный код с которым уже можно что-то делать вот очень цель попробовать эту штуку мне очень понравилось особенно после вот теперь пойдем дальше далее диетно ориентированное программирование javascript то есть тут это холивары на эту тему не утихает очень-очень долго я не хочу вдаваться в подробности реализации овп потому что я видел всякие некоторые месье знают по превзращениях и пишут полную парадигму исследования объектов в руби я когда туда залез у меня крыша поехала призлоган dependency модули в общем это долго работает но каждый пишет как он хочет и холивары не вытихают и по поводу реализации мне нужен класс который классический обычный класс чтобы он не был в скрипте и у меня для этого есть инструмент детали реализации очень холиварный вопрос и я его предпочитаю опустить я вообще под ноду джесс написал классик и написал его себе сам потом перенес под джигварри есть еще такой вот митри филатов сколько помню он митин и у него на гитхабе есть джигварри нахерит я подглядывал на самом деле когда писал под ноду у меня просто джигварри под рукой это не было вот вы можете его свободно использовать довольно неплохая вещь что она вам дает то есть она вам вот вы все очень полагаю привыкли к джигварри плагинам они загоняют вас в ранки из которых очень тяжело выбраться именно поэтому джигварри у них уже второй год наверное если не больше 1 8 20 там что-то там скоро я не знаю сколько будет то есть они выпускают какие-то минорные релизы но они из-за плохих из-за неправильной архитектуры они себя сами своими плагинами загнали то есть у них ну очень тяжело работать когда вам нужно что-то большее чем вам позволяет этот плагинчик там просто вермишель вот что вам даст обычные ООП оно вам даст объекты со всеми их прелестями расширяемостью преопределяемостью наследовательностью и всякими такими классными вещами я дальше покажу примерчик я на самом деле когда вам писал тендру своего мини-фреймворка для демонстрации мощи используемых на инструментах мне очень понравилось я хочу продолжить на самом деле вот 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 так вот обычно происходит разработка на джеквайре гугли плагин и подходит гугли плагин и подходит гугли плагин да забрал давай ему его примень вот на ход смотришь вот это у меня еще нежное чувство к этому клубку просто иногда такие там видишь тултипы какие-то непонятные мне нужен метод покажи тултип там вот такой огород какой-то метода покажи тултип нет я могу только загиндить 30-40 дом элементов ивентами и все прекрасно травмозит вот и вы долго ковыряете ковыряете этот плагин но все-таки понимаете что он не подходит даже если он подошел в одном проекте скорее всего в другом проекте другие требования немножечко не подойдет и тут разработчики jQuery я в их числе потому что фронтенд я все-таки пишу на jQuery мы топчемся на месте потому что мы гуглим плагины и свою копилочку свой чемоданчик опыта ничего не отваливает мы пишем какие-то левые решения то есть которые прокатывают этот момент и это нормально то есть мы получили свои деньги написали код все хорошо но мы не растем вот это очень плохо на самом деле и вы все-таки решаетесь написать свой код я думаю все из вас писали свой код на jQuery и вот тут возникает проблема как его писать перед этим вот недавно у нас была история очень-очень она наверное она была спешна если произошла не с нами вот я сейчас демку покажу ой сережа я забыл убрать твой титул я опять мне это самое слайд не вылечу пардон Нам нужна была такая штука, нам просто нужно было ченчить месяца и все, нам вот это полотно было не нужно, ну, казалось бы, вот просто взять и выбросить кусок HTML из метода рендера и все прекрасно, а нет, господа, это уже починенная версия, сейчас я ее обратно поломаю, и вы увидите, что происходит, что произойдет сейчас. Сейчас, сейчас, один пинц. Вот, один пинц. Что-то у меня тут много всего. Вот. Вот наш плагинчик, причем мы скопипастили половину jQuery при этом, сейчас, минутку. И вот этот странный и непобедимый jQuery, мы что сделали? Мы, они, придумали тут, из-за сингл-тон, то есть, у вас всего один дейкпикер, меняете один, меняете все. Мы, причем, вон, вот так вот записывается, запихивается в Windows, и тут какая-то дата, это все было очень странно, какие-то цифры, которые мы меняли вручную. В общем, я комментирую, я комментирую клоны, и сюда так и было. Теперь, внимание, результат. И мы получили миллиард одинаковых пикеров на странице. В общем, это не есть хорошо, и это очень большой, такой огромный булочек, jQuery, не jQuery, jQuery, jQuery. Вот, их расширять попросту невозможно, это масса времени, нервов, споров с заказчиком, каких-то там обещаний, которые ты не можешь исполнить, еще что-то. В общем, я стараюсь понемножечку от этого отходить. Когда у меня есть время, я пишу свое, а нет, я углю плагин. То есть, от этого никуда не уйти, jQuery очень разнообразен, очень много интересных вещей о нем пишут. Но иногда это просто заводит в тупик, и надо самим из него выбираться. Вот, сейчас я найду, где я становился. Вот, нашел. В общем, склонировали на jQuery, но на это ушло довольно-таки много времени, на самом деле, чтобы найти ошибку. И вот как-то после этого совсем охота отпала. Вот, но это по поводу плохой архитектуры и невозможности повторного использования кода. Если я не могу в бюджете заменить кусок HTML, то этот бюджет на что негоден в плане архитектуры. Вообще ни на что. А, вот. Теперь. Вот. Давайте как часто выпишите эту строчку кода? Ее все видят? Что? А что все молчат? Вот. Ну, походу, надо было скрыть вот эти штуки, тогда охотно бы отвечали. Вот. Помимо того, что вы загрузили куда-то там HTML в какое-то место, обычно это дум-узел, конечно, по-другому не получится. Метод load, во-первых, только возвращается к sales callback, в котором почему-то есть статус, он может быть error. Как? Это очень странно. Ну да ладно. То есть, но вы обычно, не вы, а я никого не обвиняю, мы. Вот. Я вот так скажу. Мы обычно делаем свою работу в одну строчку, получаем за это деньги, но это все живет, пока все хорошо. Как только где-то, не дай боже, там Power Road, еще что-то, отвалился и нет, у вас ошибка. И она никак не отлавливается, не управляется и прибегает очень злой заказчик, и долго он компостирует мозги. Вот. И поэтому, если вы хотите качественно написать, то это не одна строчка кода, а вам еще нужно повесить индикатор, что нагрузится в этом узле. И с индикаторами загрузки есть еще такая вентулина. Если в обработчике ответа выпадет exception, этот индикатор там будет усить вечно. Поэтому в обработчике ответы делайте try and catch. Иначе вы его никогда не снимете, это очень частая болезнь, когда вот он просто вертится и вертится. И я понимаю, что просто в MyExResponse возник exception. Вот. И когда возникает ошибка, неплохо было бы выдать что-нибудь типа там, свяжитесь с нашим, с нашей поддержкой. Вот. Вот. Так вот. Если нам это постоянно приходится делать, это довольно рутинная работа. Почему это? Не вынести в класс. Вот. Это уже готовый класс, который написан при помощи require.js в формате md-module. Он на ура на самом деле сработает и на моде должен. По крайней мере. Честно говоря, руку на сочинение не было. Вот. То есть я делаю require, ну не важно, делаю своих зависимостей. И по сути вот все, что вы делаете, это обычная панель. Нет. Вот просто загрузить в дом-узел контент. Это просто eFrame, который умеет делать икс-запрос. Свой eFrame тип, вернее. Вы на самом деле даже eFrame можете заменить и от многих проблем избавились, если хотите. Но я не доверяю eFrame, поэтому я предпочитаю икс-запросы делать вручную. Это обычная панель, которая всего два метода. Сеп-контент. Знаете, я давно писал tooltip на jQuery. И сделал с диалога. Ну зачем мне еще гуглить tooltip, если у меня есть position jQuery утилита и диалог, который я просто убрал в шапку. И он стал очень похож на tooltip на самом деле. Но я с чем столкнулся? То есть вы когда создаете диалог, jQuery уедете. А вы не можете на каждый новый контент, который вы хотите показать в диалоговом окне. Оно, как правило, у вас все равно болтается на странице. Они поверх не ложатся друг на друга. Это 70% случаев в одном окне на странице. Но если вам нужно несколько раз показать контент, вам нужно создавать новые диалоги. Потому что у диалога нет метода setContent. И это очень странно. Ну, в лаке он легко туда дописывается. Вернее, ну так, в общем, дописывается. И я дописал, и в итоге я один диалог использовал, чтобы показывать все tooltipы. И вместо того, чтобы создать 20 или 30 диалогов, tooltip на странице было довольно много. Это была семимильная форма регистрации. Это насчет setContent. Это метод очень полезный, он нужен. И, ну, это позволяет переиспользовать ваш один диалог, а не постоянно тратить время процессором. Хоть и небольшое, но все же JavaScript однопоточек на создание новых диалогов. Ну, и setTour, в котором вы как раз сделаете этот load и поставите туда загрузочки. Такой вот, я вам покажу пример, сейчас я это сделал. А тут просто псевдокод, чтобы вам сам принцип показать. Вот, это я патчу убивал, чтобы посмотреть, что произойдет, если во время подблезки контента, ну, не загрузится. Вот. Очень криво, ну, по крайней мере, это информативно. Т.е. это просто div, я его чертой так обозначил. Ну, т.е. был border. Дальше. Вот. Это просто обычный div, но у него есть метод setContent. И у него есть метод setShrift. Вот, сейчас я этой панели скармливаю просто ссылку. Там пять секунд slip стоит на сервере. Все. Т.е. вы раз написали эту панель, она умеет показывать ошибки. Я вам только что показал, а не хочу еще раз по-черебутить. По-черебутить. Он умеет принимать в себе контент, он умеет говорить, я загружаюсь. Это просто прекрасно, вы это можете дальше использовать. Вам больше не надо никогда в жизни писать этот код. Вот. Но не в случае, если вы напишите плагин. Нужно ООП натуральный инструмент вязать, потому что веб пришел с десктопа, а в десктопе все ООП. Любой ГУ – это сложная иерархия классных пути, джавовских, там, есть какой-то, я не помню. В общем, я там не сильно всегда в этом пути когда-то учил. Вот. Вернемся дальше. К нашим баранам. Вот. Т.е. вы сделали такой бюджет, и все. И вы отложили к себе в копилочку кусочек кода, вы потратили на этом, на самом деле, ну, два часа от силы. Ну, хорошо, три, ну, четыре. Неважно. Неважно. Допустим, вы на этом месяц потратили, но это очень странно, в самом деле, было бы, но все же. Смысл в том, что вы остались в профите. У вас есть профит, у вас есть код, который вам больше никогда не надо писать. И это сэкономит вам в будущем время. Идем дальше. Вот, чисто из рациональных побуждений мы сделали такую штуку. Просто вот из-за этой строчки кода, которую мы писали просто постоянно. Давайте пойдем дальше. Ну, что такое диалог? Это тоже поняли только шапка. И там еще кнопочка закрыть. В большинстве случаев это тоже выше крыши, просто по центру диалоговое окно. Вам тут drag-and-drop совершенно нужен, ну, примерно в случаях 30-40%. Но вы тянете обязательно лишние 45 кода. 45 килопатт кода jQuery UI, которые делают drag и drop. И тоже не очень хорошо. То есть диалог пишется. У меня диалог весит, ну, я вам могу показать, ну, там 35 строк-кода. Ну, что-то такое, ну, совсем маленькое. То есть полноценный диалог, я вам сейчас тоже его покажу. Вот. То есть, смотрите. У нас есть панель. У меня есть уже два метода. SetShreft и setContent. То есть в наш диалог уже может загружаться этот контент. И в наш диалог может сетиться контент. При загрузке контента наш же диалог уже будет показывать, потому что он наследник панели, он тоже будет показывать лодинг и ошибка, если ошибка. То есть вы этот код постоянно используете, вы на его базе делаете что-то новое. Это классно. Это вот просто прогресс. Потому что на базе, вот, я не знаю. Ладно, все, я молчу. То есть вы добавляете приметы show, hide, set, title. Поскольку большинство диалогов все-таки есть в шапке. Ну, единственный диалог из шапки, который я видел, это jQuery Plus на FullPlayer. То есть, вот. И вы получили готовый диалог. То есть это тоже у вас заняло, ну, там, хорошо еще, там, не знаю, день. И у вас есть… Вы понимаете, в чем преимущество такой штуки? Это в том, что вы постоянно пользуетесь одной API. Она очень проста для понимания, потому что вы запомнили панель, на ее базе сделали еще что-то. Вам осталось запомнить еще три метода, которые просто простые дерево. Вот. И на базе этого вы можете сделать еще что-то. У вас идет, то есть, как это, кривая включения и развитие, она идет попросту вверх очень сильно. Когда вы пользуетесь повторно тем, что вы уже сделали. Идем дальше. Это уже из моего опыта работы с Dodger. На базе панели делается аккордеон. Что такое аккордеон? Это панель с контентом и шапкой. Это тот же диалог, только у него вот контент вот так есть. Вот все. Опять же, это значит что? Это значит, что ваш аккордеон будет иметь метод set-контент. Не будет иметь, он будет его использовать, потому что он будет иметь коллекцию панелей. А и все панели будут иметь метод set-контент и set-шрифт. И они все будут показывать loading. И вы просто в профите огромном. Потому что вы избавили себя от кучи хода. Вместо того, чтобы писать это в каждом божем плагине. Табы. Ничем не отличаются от аккордеона, кроме того, что это панели. Другие кнопки и все. Wizard. То есть построчная. То есть когда у вас многошаговая форма. Там какая-нибудь шаг 1 из 5, 2 из 5. И вот так просто. Вы опять же показываете только одну панель. Слайд-шоу. И просто можно кучу примеров придумать. Когда вот такой простецкий бюджетик. Который вы написали. За 2 часа хорошо читает. Может быть день. Он просто фигурирует везде. Вот. Ну собственно тут написано уже все то, что я сказал. То есть вы очень интенсивно используете ваш код повторно. Вы легко запоминаете описку. Потому что вы используете ваш код. И ну в общем. Все прекрасно. Потому что они уведомляют обо всем. Еще раз повторю. Вот. На самом деле. Очень много чего хотелось вам показать. Рассказать. Я не успел. Я залил с педаль на гонку. Мне все таки. Потому что мне очень понравилось. Я как-то больше по доджу выступаю. А там это все есть на самом деле. Но мне так понравилось делать свое. И причем я вижу что она адекватная. Я вам сейчас немножко. По поводу кода. Все что я вам рассказал. Это вот просто вилами по воде. На самом деле. Я вас познакомил с какими-то там архитектурными принципами. Код. Я после конференции выложу на GitHub. И на СМКХП будет Линочка. Кому интересно вы посмотрите. Он сейчас без комментариев. Я спешил. То есть. Поэтому учиться по нему сейчас не получится. Я вам покажу демку. И немножечко расскажу о принципах. Я потерял мышку. Вот она. Честь. Вот. Вот это диалог. Который я вот. Просто выдрал с Twitter. Бустрат. Как вы видите. В каких-то сделок. Я вот просто открыл Firebar. Зашел на страничку Twitter Bootstrap. И вот. Взял. Просто взял горст. И скачал CSS. Я больше ничего не здесь делал. Три подхода к разработке бюджета. Я просто учел вот факт, что. Заказчики постоянно хотят уникальный дизайн. Скажем так. Все ваши работодатели хотят чего-то такого, чем привлечь внимание потребителей. Зачастую это внешний вид. И дизайнер вам. Я не хочу никого обидеть. Дальше. Дизайнер делает дизайн. Верстальщик. Верстает что-то несусветное. Вы сидите и думаете, как это натянуть на бедный jQuery. А его не надо туда натягивать. Сделайте верстку. Версткой это просто шаблон. Это просто строка, содержащая HTML. Вы, когда натравливаете плагин на какой-то там узел по селектору, он просто делает и на HTML. Вот так и оставляйте. То есть я просто сделал это, собрал. И засунул себе в дело. Он у меня пока умеет только закрываться. Открываться. И, естественно, он у меня умеет то же самое, что и панелька. Только называться он будет не по имени Байлок. Интересно. Из этого не могу. Я отпечатался по-моему. Я, честно, я стою в упоре и вообще не вижу, что я пишу. Простите. Сейчас, сейчас, сейчас. Я, по-моему, просто Майдиш нем другой дал. Там все тур. Сейчас, 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 сейчас. Я уже не выучил его. Так рождаются новые плагины. Сейчас напишется что-то. Нет, нет, нет. Это. Я, похоже, забыл. Это, на самом деле, уже не суть важно. По большому счету. На полчаса. На полчаса, да? На полчаса, да? Ребята, выступайте сейчас. Давайте. Давайте поверить в Насову. Да, давайте поверить в Насову. Я не хочу больше снимать ваше здравоценное время. Впереди еще два очень интересных доклада, которые я тоже с нетерпением жду. на самом деле. Нет, это рано. Вот. Вопросы? Ну, давайте вопросы. Такие стихи. Я, правда, был так скучный. А вы работали с jQuery-Vidget Factory? Да. Она, я пробовал, но, честно говоря, я не осилил. Может, вот, я не знаю. У меня, в принципе, с самооценкой все в порядке. Неплохо, нехорошо, а вот так ведь середнячок. Но, вот, честно говоря, она не совсем в адеквате по сравнению с теми лозами, что я даже попробовал. Ну, в Widget Factory есть, но, понимаете, проблема в том, что у них нет стандарта кодирования. То есть ты в каждый новый плагин залазишь, и там вот какие-то чудеса происходят. Очень, очень… В JavaScript приватные методы очень плохо. Ты залазишь в плагин, метод есть, ты выдернуть не можешь. Он тебе нужен. Ну, а если использовать на своем проекте и ввести стандарт кодированию. То есть, ну, я применительно, допустим, к кастомному проекту. Если использовать его вместо того, чтобы… не уверен, что ты понял. Не уверен, что ты понял. То есть, что вместо чего использовать, не совсем понял. В Widget Factory вместо того, чтобы создавать кастомные виджеты с помощью, ну, своего какого-то. Да, конечно. Я, на самом деле, я просто поделился своим видением на этот счет. Да, в Widget Factory есть, она, ну, скажем так, оставляет желать высшего. Потому что, ну, очень тяжело, очень много времени выходит на создание бюджета, честно говоря. И очень плохо документировано. Поэтому с ней тяжело разбираться и довольно много времени выходит на создание бюджета. Поэтому это к вам, если вам удобно. Это лично мое субъективное мнение, я его никому не навязываю. Если вам удобно, да, конечно, пользуйте. То есть, вам, конечно же, никто не запрещает. Можно вопрос. А вот этот узор, на котором вы на джетхабе выложите, будете ли вы ее там развивать? Поведите новой версии, под какой лицейк будете? Поскольку у меня там куски доджа, под какой лицензией я могу это выложить? Конечно же, МИД. И да, я планирую развивать, потому что мне это понравилось. То есть, оно довольно-таки у меня адекватно получилось. То есть, ну, диалог и панель – это очень мало. То есть, очень мало. То есть, это просто я для образовательных целей написал их. И хотя бы тот же автокомплит писать намного сложнее просто из алгоритма позиционирования и работы с данными. То есть, и этого мне займет реально больше недели. Ну, я могу, конечно, собрать где-то, но если со мной написать… Я постараюсь уделять этому временем, потому что мне понравилось то, что у меня получается. Вот. У меня есть вопрос по поводу… Вы разрабатываете собственные компоненты, да? Есть технология, как он превращается в релиз, оборачивается тест на какие-то… По поводу какие-то стадии… Да, и сервера в непрерывной интеграции. Я его скрип не уверен, честно говоря. А представь, ты закоммитил, он тебе собрал все. Ну, я понимаю, что это для внутренних, но все равно для того, чтобы воспользоваться во второй раз, нужно понимать, что он может. И главное, что не может. Ну, если его сам пишешь… О, блин. Я понимаю, что он может, а чего нет. То есть иногда, когда… Ну, пока… Твоё детище не станет на ноги самостоятельно, придётся перебываться с чужими хлебами, это факт. То есть… Нельзя там фанатично просто… Вот я это пишу, я буду везде это использовать. Иногда лучше применить то, что всегда лучше подходит. То есть… Но если есть желание, ну, у меня, например, есть, мне это не помешает абсолютно писать свою данную. Пока маленькая, не будешь, нет ничего. Он растёт. То есть главное, чтобы мы не боялись. То есть я просто вас познакомил с другим архитектурным подходом, которого вы не видели. Потому что… Ну, вот я вас спрашиваю. Вот тоже… Пару человек работал, ещё пара человек с group-ошером. В них это всё есть. По сути, я ихнюю архитектуру вам рассказал, на самом деле. Ну, я почему спрашиваю. Даже в том, что JQL очень много баков. И чем проще компоненты, тем она надёжнее. Да. Соответственно, когда она релизируется, нужно понимать уровень её надёжности. Да. Обкатку надо делать. Обкатку, об обёртывании тестов. Да, на это время. То есть это делать надо. Если этим серьёзно заниматься и на это положиться, то это, конечно же, делать надо. Это огромный труд. Макс, ну, насколько я понял, вопрос звучал, что ты конкретно собираешься делать с тем… А, что я? То есть ты говоришь, ребят, я сейчас выложу, пользуйте. А ребята спрашивают, а насколько она будет хорошая и насколько она будет протестирована? Или нет, даже прочий вопрос. Вот… Да, наверное, не совсем. Я пишу компонент, но я хочу его использовать во второй раз. Я должен понимать, что я написал, насколько она надёжна. То есть для себя хотят уже поддерживать. Ответ, да. О! Тестим просто. Смог тестим. Смог тестим. Опыт там, что я уже знаю, где отвалится, где не отвалится, где протестить надо, сработает диджи-хвари, да, то в Е каком-то там, перед тем, как её вязать. То есть, ну, я эти все вещи делаю, но… Ну, хотя бы пиши. 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 В комментах пиши просто. Да. Конечно. Тут не работает. Ребята, вот раньше не работает. Нет, на самом деле, да. У тот же очень… У сообщества тот же… Ну, не у сообщества тот же, а у взаимодчиков довольно много. Очень продвинута культура, и там… Они в комментах пишут, то есть, вот какой-то странный код if09 равно единице, и написано «факин Е», то есть… Вот в Е6 почему-то 09 равно единице, и какой-то кресень. Ты вспомнишь эту фотку про Е… Как там? 7. И я очень не скомментал и знал очень много интересных штук, и поэтому… Поэтому тоже пишешь красивые комменты, да? Да. Да. Давайте ещё вопросы. А на моем мнении про шаблонизаторы на джейс, то он подойдет, скажем, что они посещают. Какой-нибудь… Мнение про шаблонизаторов на джейс… Такое же мнение про шаблонизаторы на ПХП. Вот. Зачем в ПХП-шаблонизаторе есть тех ПХП, в котором есть фарычи, можно работать с данными. То есть, то же самое… Вот тот шаблонизатор, который я вам показывал, три строчки. Нет никаких управляющих конструкций. Ну, просто эта маленькая регулярочка умеет заменять очень много. То есть, когда у вас с разными скобками, там, можно массивы заменять, можно объекты заменять, можно числа заменять. Это всё, что мне надо. Вам, например, чтобы отрендерить датагрид, что вам надо? Вам нужен шаблончик и данные. И вы данные заменяете в шаблон и делаете нераштемл. И вы просто идёте ичем по данным и заменяете это… Вставляете данные и делаете нераштемл. То есть, управляющие конструкторы в Яваскрипте… Простите, но это ересь, потому что Яваскрипт однопоточный. И вот на тот же, когда очень много… Я просто с этим сталкивался, когда у вас порядка 20 виджетов на странице, и все они состоят из шаблонов, то это, знаете ли, надо вешать оверлейт. Потому что когда оно всё так плавно проявляется, это выглядит ужасно, честное слово. Но это говорит о том, насколько всё-таки регулярные работы со строками, в принципе, тормознутые. Яваскрипт ещё не самый быстрый язык. И если мы берём Chrome, то это классно, это вот. Там всё очень быстро работает. А если мы берём FF, то мне смотреть противно, как там анимации работают. Поэтому я лично наёмный, что иметь всё-таки шаблонизаторы на GCPO не стоит. Плюс учить синтаксис и ошибаться, потому что это просто строчка, и она никем не подсветится. Давайте ещё вопрос. Тишина. Все печеньки хотят. До следующего. До следующего.